МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЕС предоставит Армении 51 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Ситуация в Сирии. Победа Сиу над газопроводом Дакота. Доступ. Весеннее пробуждение озера Цовакан. Юсисо Челдера в Западной Армении. По мнению ученых, философия является матерью всех наук. По сути, это система убеждений или же ценностей. Философы считают, что люди могут использовать силу разума и интеллекта для понимания природных явлений, находя ответы на свои вопросы и проблемы. Философы дали нам гипотезы, то есть экспериментальные предположения, прежде чем юридически найти истину, чтобы проверить ее. Один из первых древних философов Фалес считал, что вода является основой Вселенной. Он думал, что все было сделано из воды. Демокрит, живший в 400-х годах до нашей эры, предложил другую идею. Все состоит из крошечных частиц, которые он назвал атомами. Более двух тысяч лет спустя ученые все еще используют его идеи об атомах. Давайте представим новые или старые идеи о восстановлении Западной Армении. Вы можете прочитать всю статью на нашем сайте. Утром 3 апреля в 8.44 в провинции Ван Западной Армении было зарегистрировано землетрясение в магнитудой в 4,7 балла. Эпицентр находился на глубине 13 километров в Тушпе. В результате землетрясения жертв и разрушений нет. Число заразившихся коронавирусом в Армении возросло до 736, сообщает Национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний. Сообщается, что лечение получают 686 инфицированных из 736. За весь период распространения коронавируса в Армении вылечились 43 человека, а скончались 7. Еще 3258 человек сдали тесты на коронавирус, и результаты были отрицательными. Количество людей, зараженных коронавирусом в мире, превысило 1 миллион. Жертвами вируса стали более 54 тысяч человек. Европейский Союз предоставит Армении помощь в размере 51 миллиона евро для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает Офис ЕС в Армении. Помощь включает в частности 18 миллионов евро в рамках новых фондов и 33 миллиона евро перераспределенных из текущих средств, которые будут направлены за закупку медицинского оборудования, обучение медицинского и лабораторного персонала, помощь МСП и бизнес-сообществу, а также гуманитарную помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции, говорится в заявлении. Во время комендантского часа увеличили в Сирии соответствующее решение, приняло правительственное собрание Республики по противодействию коронавирусу. Как передает сирийское государственное агентство САНО, время комендантского часа увеличили на 6 часов, выходные дни. Принято решение о комендантском часе на всей территории Сирии в субботу и пятницу, начиная с 12 часов дня до 6 утра следующего дня, начиная и сегодня, и до следующих распоряжений, говорится в сообщении. Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики сообщило о 6 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, по всей стране общее число граждан, инфицированных вирусом COVID-19, достигло 16 человек. Победа СИУ над газопроводом Dakota Access. Эта победа создаст прецедент в Соединенных Штатах и не исключено станет таковым для других стран мира, поскольку борьба, которую ведут местные жители, коренной народ, заключается не только в защите окружающей среды, но и в борьбе за свою легитимность, чтобы их можно было услышать как полноправных граждан. Четыре года назад об их борьбе услышал весь мир. Племя СИУ из Тиндент-Рока Дакота США демонстрировало против прокладки 1800-метрового трубопровода Dakota Access, который проходил под Миссури, около их резерваций. Оказались под угрозой права коренных народов, установленные международными договорами на владение землей и доступ к питьевой воде. Борьба племени СИУ стала символом возрождения воинственной традиции некоторых коренных народов и дали ей новый импульс в борьбе за защиту окружающей среды. Вы можете прочитать полную статью на нашем сайте. Озеро Челдер, Цовакан, Юсюсу, второе по величине озеро в Западной Армении, начало освобождаться от ледяного покрова, который достигал одного метра. Озеро находится между Карцем и Ардаханом. На высоте 1959 метров над уровнем моря. Озеро Челдер, которое принимает тысячи туристов летом и зимой, и в этот темний сезон был очень активным. Но из-за коронавируса летом прогнозируется визит очень небольшого числа туристов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Анны Майлиан-Лорик. Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!